Добрый день, уважаемые трейдеры! Я Анна Касаткина, вы смотрите последние финансовые новости на канале Инстатв. Несмотря на заверения канадского правительства в том, что экономика страны находится в довольно устойчивом состоянии, и вопреки обещаниям хоть и медленного, но уверенного роста, данные, публикуемые статистическими ведомствами Канады, пока не внушают должного оптимизма. Так, в пятницу стало известно об очередном замедлении роста потребительских цен. В ноябре цены продемонстрировали нулевой прирост, не оправдав прогнозы экспертов о росте на 0,2%. При этом годовое значение инфляции поднялось с 0,7% до 0,9%. Не получилось порадовать участников рынка и данными относительно состояния розничного сектора в октябре. Трехмесячный рост объемов розничных продаж в Канаде прервал октябрьский отчет, засвидетельствовавший сокращение на 0,1%. Аналитики предвидели сохранение наметившейся тенденции и ожидали рост на 0,3%. Годовой показатель при этом ухудшил свое значение, опустившись с 3,6% до 3%. Тем не менее, на фоне позитивного отчета об ускорении темпов роста американской экономики, предоставленные данные не повлияли на общие настроения трейдеров. Канадский доллар в паре с американским вырос вместе с желанием инвесторов рисковать. Котировка опустилась к отметке в 1,6 доллара 6,3 канадского цента за 1 доллар США. Это были новости на канале Институт ТВ. Всего вам доброго. До свидания.